Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск информационной программы «Вести Молдова». И для начала, как всегда, главные темы уходящего дня. Министр обороны вместо президента назначит либо председатель парламента, либо премьер-министр. Такое решение принял Конституционный суд. Даже кофе не выпьете. В столичном парке Штефана Челмарин начался снос ларьков и киосков. Сто лет Молдавской Демократической Республики. В Кишинево прошла научная конференция, посвященная этой странице отечественной истории. Об этих и других событиях подробнее. Нового министра обороны вместо президента назначит либо председатель парламента, либо премьер-министр. Такое решение принял сегодня Конституционный суд. Сделано это было после запроса правительства по поводу наличия обстоятельств, которые обосновывают ситуацию для временного исполнения обязанностей президента. Представитель главы государства осудил сегодняшнее решение КС. О том, как проходило сегодняшнее заседание, в нашем следующем сюжете. Сторону президента представлял советник по юридическим вопросам Максим Лебединский. В начале заседания он потребовал отозвать коллегию Конституционного суда, мотивируя это тем, что суди подвержены влиянию извне. После длительного совещания за закрытыми дверьми судей запрос Лебединского отклонили. Заседание было продолжено. От имени правительства выступал замминистра юстиции Эдуард Сербенко. Он заявил, что министр обороны не является прямым подчиненным президента, но входит в подчинение правительства. Поэтому президент не имел права отклонить предложенную кандидатуру. Создана ситуация институционального блокирования, и Конституционный суд в своем решении от 17 октября указал, как ее разблокировать в частности. Максим Лебединский в свою очередь призвал уважать Институт президентства, а решение Конституционного суда от 17 октября расценил как ограничение полномочий главы государства. У президента не было цели блокировать деятельность правительства или блокировать процедуру назначения министра. Он высказал свое мнение, выступил с аргументами, но не был услышан. Разве это его проблема? Не может другая ветвь власти игнорировать мнение президента страны. После длительных премий решение было принято. Отказ президента выполнять свои конституционные обязанности по назначению кандидатуры, повторно выдвинутой на ровность министра, означает временную невозможность исполнять свои функции. Дальше глава парламента или премьер подпишет указ на назначение данного лица в должность, и он будет давать присягу кому-то из них. Мы не понимаем, как человек, который не имеет ничего общего с Минобороны, будет стоять во главе главного силового ведомства. Мы осуждаем такое решение и остаемся на своих прежних позициях. Лебединский также отметил, что глава государства не отступит от своего мнения, несмотря на принятое решение. По словам представителя правительства, теперь либо Андриан Канду, либо Павел Филипп должны в течение 14 дней подписать указ на назначение Иуджена Стурзы на должность министра обороны. А последний в течение трех дней после этого должен будет принять присягу. От управления страной к руководству, к главным ее городам. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы осудил решение Молдавского суда отстранить от должности мэра столицы Дарина Киртвака, а также попытку добиться его отставки путем референдума. Об этом сообщил журналистам лидер либеральной партии и дядя городначальника Михаил Гимпу. Глава ЛП отметил, что представители Конгресса намерены более детально рассмотреть положение, в котором сейчас находится Дарин Киртвака, а также обратиться к Венецианской комиссии по вопросу референдума. В завершение Гимпу повторно обратился к жителям Кишинел с призывом бойкотировать 19 ноября в Лебисцит. К слову о жизни главного города Молдовы. Прогулки без кофе и мороженого. При туре сектора Буйкань начала снос киосков паркишцев на Чалмаре. Всего по распоряжению местных властей будет демонтировано около 10 павильонов по всей территории парковой зоны. На очереди сквер у Кафедрального собора. Аллеи Центрального парка и не узнать. Если раньше практически на каждом шагу люди закупались мороженым и водой, сейчас у граждан такой возможности уже не будет. До завтрашнего дня в парке будут снесены абсолютно все киоски. А чай, кофе и сладости придется покупать либо на остановках, либо в ближайших продуктовых магазинах. Снос павильонов начался сегодня утром. Всего по распоряжению притуры сектора Буйкань под демонтаж попадают 10 киосков в парке Штефана Чалмаре. Как ты держа от Севапад? На момент чинч. Исключений не было. С аллеи убрали холодильники со сладкой водой, морозильные лари для мороженого, будки с кофе и киоски с табачной продукцией. Вместо них на пустынных аллеях остались мусор и пыльные контуры от павильонов. Однако большинство гуляющих такие изменения не смущают. Наоборот, многие говорят, что без киосков парк выглядит лучше. Каждый киоск был очень неухоженным, условия хранения плохие, и все казалось очень неэстетичным. Сейчас намного лучше. Все-таки это парк, а не улица для торговли или пешеходная. Здесь должна быть только природа. Когда много лишних этих всяких элементов, тем более еще коммерческого свойства, скажем так, это нарушает. Другие прохожие, наоборот, возмутились отсутствием в парке павильонов с продуктами. Конечно, было лучше, когда были киоски. Я не знаю, почему. Тут же людей всегда полно и всегда пользовались этим. Я не видел никакой опасности и ничего плохого. На самом деле, это было очень удобно и приятно. Отметим, в конце сентября премьер-министр Павел Филипп обратил внимание властей столицы на неудовлетворительное состояние, в котором находятся зеленые зоны в центре Кишинео. Глава Кадмина подчеркнул, что в парках много киосков, при том, что деревья и сами аллеи находятся в плачевном состоянии. Позже исполняющий обязанности мэра Нистер Грозаву подписал указ о сносе киосков в парке Штефана Челмаре и в сквере при Кафедральном соборе. При этом павильоны должны быть демонтированы не только на самих аллеях, но и на прилегающих к зонам отдыха улицах. Другим темам. Каждому ученику по яблоку. Такой проект здорового питания школьников стартует со следующего месяца, причем как в государственных, будут ученики с 1 по 9 классы. На закупку яблок из госбюджета правительство готово выделить 40 миллионов леев. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, дети школьного возраста в день должны съедать 400 граммов свежих фруктов. В Молдове эта норма выполняется лишь наполовину, поэтому правительство решило восполнить недостачу витаминов. Из госбюджета на закупку яблок для школ и лицеев будет выделено 40 миллионов леев. Поставлять фрукты доверят исключительно отечественным производителям. Причем продукт должен соответствовать определенному размеру и сорту. Съедать свои яблоки школьники смогут на больших переменах. Кроме того, им предложат участвовать в дегустации фруктов, тематических лекциях, уборке урожая, а также в выставках и ярмарках. Проекты по продвижению здорового питания в учебных заведениях Молдовы осуществлялись и ранее. Однако закупки фруктов проводились в каждом районе страны отдельно. В этом году Министерство экономики и инфраструктуры предложило организовать один общий тендер, руководить которым будет агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. В общей сложности правительство планирует закупить более трех тысяч тонн яблок. Программа каждому ученику по яблоку стартует 6 ноября и завершится 6 апреля. Продолжаем выпуск. Первое место в рейтинге прозрачности местной власти. Таков результат муниципия Белц по итогам исследования, проведенного институтом Идис Виторул. Глава города Ренат Лусатый поблагодарил сотрудников городской администрации и Мунсовета за отличную работу. Муниципий Белц получил премию за первое место в рейтинге прозрачности местной власти, набрав 83,5 пункта из 100 возможных. Таким образом, Северная столица стала единственным городом в стране с рейтингом А+, по международным критериям. Таковы данные исследования, проведенного институтом Идис Виторул и Институтом экономических реформ и развития ИНЭКа. Начинаем премирование с самых транспарентных населенных пунктов. Приглашаем муниципий Белц, который показал пример того, как нужно ввести веб-портал, веб-страницу и как нужно публиковать на этой странице информацию, включая хороший пример опубликования контрактов по госзакупкам. Награду получил вице-мэр Игорь Шеремет. Он напомнил, что еще два года назад по уровню прозрачности работы мэрия муниципия Белц была одной из последних, а теперь на первом месте. За один год подняться от балла С- до А+, это в частности ключевая роль руководителя города, который ставит правильные акценты. И самое главное, что он помнит о своих обязательствах, которые он брал на себя в предвыборной кампании. Поблагодарил всех сотрудников городской администрации и муниципального совета за высокие достижения и сам мэр Белц Рината Усатый. «Мы доказали, что прозрачность и отсутствие коррупции это не просто фигура речи, это нечто осязаемое и достижимое», написал он на своей странице в соцсети. Кроме Белц, среди лучших городов по критериям прозрачности были названы Кахулыч и Мишлея, а также коммун и займ района Ковушень, Кассешт, района Еловень и Будешт муниципе Кишинео. Районом с лучшей транспарентностью администрирования стал район Страшень. В топ также вошли районы Фалеш, Сорока, Штифанводы и Санжирей. От внутренних новостей страны к международному сотрудничеству. Из Кишинео в Екатеринбург без пересадок. Государственная авиакомпания AirMoldova откроет 28 апреля будущего года новый прямой рейс. Самолеты будут летать из молдавской столицы в Екатеринбург три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. По данным авиакомпании предварительная стоимость билетов в одном направлении составит 89 евро. Билеты можно будет купить начиная с 26 октября, в том числе онлайн. В AirMoldova отмечают, что Екатеринбург станет четвертым городом России, куда граждане Молдовы смогут летать прямым рейсом после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Всего AirMoldova выполняет регулярные рейсы по более 25 направлениям. Власти Молдовы планируют открыть посольство в Объединенных Арабских Эмиратах в Абу-Даби. Кроме того, предполагается открыть Генеральное консульство Республики Молдова в Дубае. Проект постановления правительства по этому вопросу предстоит теперь детально рассмотреть в МИДИ. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из нашей постоянной рубрики короткой строкой. Комиссия по организации и проведению конкурса на замещение государственных должностей высшего звена выбрала 7 генеральных госсекретарей для министерств. Среди них госсекретарей иностранных дел и евроинтеграции и другие. Продлен срок подачи заявок на должность генерального госсекретаря в рамках Министерства внутренних дел и Министерства финансов. Всего собеседования состояли с 44 кандидатами, допущенными к конкурсу. Бывший президент Румынии Троян Басецку заявил, что его роль в молдавской политике как почетного председателя партии национального единства в том, чтобы убедить как можно больше граждан поддержать объединение Румынии и Молдовы. Об этом Балитий говорил на встрече с молдавскими журналистами. При этом он подчеркнул, что не хочет никаких должностей в Республике Молдова. Говоря о возможном участии в объединении проевропейских сил Молдовы на парламентских выборах 2018 года, Басецку сказал, что проевропейские силы не исключаются из возможного сотрудничества. В районе Телениж будет построена дорога, которая обеспечит связь между восьми населенными пунктами. Бюджет проекта составляет около 83 миллионов леев. Средства будут выделены из Национального фонда регионального развития и из Дорожного фонда. Предусмотрены ремонт и модернизация более 23 километров дорожной инфраструктуры, ремонт и строительство 17 мостиков и 4 кольцевых перекрестков. Будет благоустроено 5 перекрестков, сделаны дорожные разметки, установлены металлические перила, а также 4 остановки общественного транспорта. Ничьей закончился вчерашний матч между Тираспольским шерифом и Московским локомотивом. Игра в третьем туре группового этапа Лиги Европы проходила в Тирасполе и завершил со счетом 1-1. Голы забили россиянин Антон Миранчук и игрок шерифа Зиги Бодибанга. Таким образом, шериф, набравший три очка, занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч между командами состоится 2 ноября на поле локомотива. И еще одна новость в завершении. В Молдове началась череда мероприятий, посвященных 100-летию со дня провозглашения Молдавской Демократической Республики. Одним из них стала научно-практическая конференция, где историки и политологи анализировали события, предшествовавшие построению новой молдавской государственности. Тему продолжит Ольга Гриненко. Инициатива масштабна. Отметить 100-летнюю годовщину со дня провозглашения Молдавской Демократической Республики принадлежит президенту страны Игорю Дадону. Это ответственный исторический момент, ставший кульминационным пунктом ряда событий, произошедших в Молдове столетия назад и сегодня способствующих воспитанию патриотического духа и консолидации многонационального общества, говорится в указе, подписанном президентом. Сегодняшняя конференция в полной мере вписывается в мероприятие, предусмотренное этим указом. Съезд молдавских солдатских депутатов стал важным событием в истории, которое предшествовало созданию Молдавской Демократической Республики и восстановлению государственности. Съезд молдавских солдатских депутатов, состоявшийся 20 октября 1917 года в Кишинел, стал решающим событием в построении новой Молдавской Демократической Республики. Тогда около 600 делегатов со всех фронтов единогласно объявили о территориальной и политической автономии Бессарабии, для защиты которой было решено создать Сфатулцерий, Временный парламент. Эти процессы, безусловно, они прошли довольно мирно тогда, то есть без кровопролития, были созданы комитеты, состоялось огромное количество разных собраний, петиций, таких документов около 6 тысяч. Многое из того, что произошло столетие назад, повторилось. Взять те же события 1991 года, когда Молдова решила идти по пути независимости, или раскол общества по вопросу национальности и геополитике, отметил доктор исторических наук Виктор Степанюк. Он считает, что сегодня представители власти должны обязательно искать компромисс. Он поможет развитию государства. Это государство имеет большой потенциал. Это было очевидно и в 2017 году. И поэтому и в нынешних условиях этот потенциал не только нужно сохранить, нужно создавать экономические базы, солидные, иметь хорошие отношения с соседями. Молдавскую демократическую республику провозгласили 2 декабря 1917 года, а в марте 1918 она прекратила свое существование. Таким был этот день глазами корреспондентов информационной программы Вести Молдова. Еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.